А сейчас еще об одной традиции, теперь уже национальной. Еврейская община округа отметила праздник Лакба-Омер. Он прошел в Малаховском парке культуры и отдыха. Примечательно, что на это торжество, помимо евреев, пришли и приверженцы других культур и вероисповеданий. Подробнее о национальном колорите и сути праздника расскажет Мария Антонова. Так под стук барабанов и песен представители еврейской общины выдвинулись до Малаховского парка культуры и отдыха. Вообще Лакба-Омер празднуется в честь иудейского мудреца Раби Шимона Бар-Йохая, который жил и учил заповедям Торы, священного писания. Поэтому для евреев это один из важнейших праздников. Этот праздник для меня лично означает, что мы всегда должны стараться, думать, как мы сделаем этот мир лучше и жить не ради сам себе, но ради других евреев и вообще ради других людей на свете. На Лакба-Омер главными действующими лицами стало подрастающее поколение. Дети не только шли во главе парада, так и первыми участвовали в развлечениях, которые проходили в Малаховском парке культуры и отдыха. На праздник помимо иудеев стали собираться и жители Малаховки других вероисповеданий, которые захотели узнать чуть больше о культуре своих соседей. Так как мы являемся жителями Малаховки, то, конечно, было бы интересно узнать, когда это проводят, кто участвует. Я за дружбу народов, поэтому хотелось бы узнать поближе традиции, праздники, быты и так далее. В этот день помимо парада в парке культуры и отдыха всех гостей праздника ждали многочисленные развлечения, фокусы, конкурсы, а также стрельба из лука. Так, благодаря национальным праздникам, люди других культур и вероисповеданий узнают друг о друге чуть больше. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.